Вечер 18 марта. По экстренному вызову к одной из многоэтажек по Сахаровском шоссе выдвинулись сотрудники полиции МЧС Следственного комитета. Здесь из окна восьмого этажа упал семилетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте. Как нам удалось выяснить на месте трагедии, мальчик жил с мамой и бабушкой. Папа ребенка, по нашим данным, умер. Вот что говорили о семье соседи. Что это за семья? Неблагополучная. Неблагополучная? Кто там? Бабушка, мама? Бабушка выпивает. Выпивает и мама, и бабушка? Мама такая же. Первый ребенок у нее в детском доме находится. Она лишена. Лишена? На первом. Да. У него нет ни дружек, ничего. Его забирали самой моей службы соцзащиты. Потом они его опять как-то отполыпали оттуда. Ну, в общем, и бедный ребенок. Мальчик? Да. Гуляющие у двора дети видели, как упал мальчик. На лавочке у подъезда в это время сидели бабушки. Говорят, крика не слышали. Мальчик был одет в куртку и сапожки. Бабушка ребенка говорит, он хотел гулять, но взрослые не разрешили, так как мальчик болел. Входная дверь была закрыта. Ни мама, ни бабушка, а они, по нашим данным, находились дома, не слышали, как мальчик открыл окно. За Волжским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса, причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, 18 марта мать 7-летнего мальчика, находясь в квартире города Твери, проигнорировала, что ее сын неоднократно просился выйти на улицу, чтобы погулять во дворе дома. Не обратила внимания, как он надел на себя верхнюю одежду и вошел к себе в комнату. Продолжила заниматься своими домашними делами. Сын подошел к окну в комнате, открыл его, залез на подоконник, после чего выпал из окна 8-го этажа квартиры. От полученных телесных повреждений малолетний погиб. В рамках следствия назначены соответствующие экспертизы. Будет дана оценка обстановки в семье. Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшей трагедии. Расследование продолжается. В этот же день, 18 марта, в следственный отдел регионального СК поступило сообщение о падении 10-летнего мальчика с крыши одноэтажной пристройки школы, расположенной в поселке Солнечной Тверской области. При падении ребенок сломал кости правой голени. По факту случившегося, следователем Осташковского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, которые привели к травмированию малолетнего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, обследуются семейно-бытовые условия жизни ребенка, опрошены очевидцы произошедшего, должностные лица образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова